Мы продолжаем следить за развитием событий в нашей стране. В прямом эфире специальный выпуск новостей. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. Последние данные предоставили в оперативном штабе МВД. 4266 человек задержаны по всему Казахстану. Среди них есть и иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны свыше 100 человек. По предварительным данным, это граждане соседней страны. В населенном пункте Жамбылской области обнаружен склад оружия, а в Алматы в одном из СТО изъяты патроны и боеприпасы. Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении 180 продавцов сжиженного нефтяного газа. Из них 85 предпринимателей в Мангистаусской и 22 в Атраусской областях. Как сообщили ведомства, антимонопольные расследования начаты во всех регионах Казахстана. Они инициированы по признакам сговора в установлении и поддержании цен на сжиженный газ. К примеру, в повышении цен на 5,3% при продаже газа через электронные торги подозреваются 4 субъекта рынка на севере Казахстана. Итоги расследования будут завершены в течение 20 дней. В Актюбинском регионе ситуация под контролем властей и правоохранителей. Городская площадь областного центра, где ранее провели спецоперацию, еще отцеплена. Но расположенные рядом объекты бизнеса, магазины и аптеки уже начинают свою работу. Последними подробностями готова поделиться наш корреспондент Наталья Салькова. Наталья, здравствуйте. Ждем от вас подробности. Здравствуйте, Сергей. Сразу отмечу, что минувшая ночь в Актюбе прошла спокойно. А в результате спецоперации, которую полицейские провели в ночь на 7 января, в отделение были доставлены около 200 человек. Не обошлось без пострадавших. По имеющейся информации, различные травмы получили 7 сотрудников правоохранительных органов. О пострадавших со стороны участников беспорядков пока не сообщается. Известно, что ранее террористы ворвались в здание областного Акимата. Они крушили мебель и оргтехнику. Однако стражи порядка освободили помещение. Там уже поработали криминалисты и саперы. Это единственное здание, пострадавшее от действий террористов. Нанесенный ущерб подсчитывается. Фактов мародерства в регионе зарегистрировано не было. Сейчас в области, так же как и в других регионах страны, действует комендантский час. Обстановка находится под контролем. А то о ситуации нам расскажет заместитель Акима Актюбинской области Ермек Кинжиханулы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам слово. На территории Актюбинской области установлены предельные цены на сжиженный газ в размере 50 и 55 тенге. Со вчерашнего дня уже все автозаправочные станции реализуют сжиженный газ на уровне предельных цен. Что касается предприятий, то 30 крупных и средних предприятий частично или полностью предоставили свои работы из-за митингующих. Проведены переговоры с рабочими, за счет которого заработные платы их были повышены на 10-50%. На сегодняшний день все рабочие вернулись на свои рабочие места. Работа заводов и предприятий полностью восстановлена. В штатном режиме они продолжают. Касательно малого и среднего бизнеса, то на территории Актюбинской области фактов мародерства не было завиксировано. Они также в штатном режиме продолжают свою работу. Спасибо большое. Что касается работы общественного транспорта, то со вчерашнего дня большинство маршрутов вышли на линии. И к этому часу у меня все. Сергей? Спасибо. Мне напомню, на прямой связи со студией из Актюбия была моя коллега Наталья Салькова. Во всех городах Казахстана продолжает действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час. Гражданам не рекомендуют выходить на улицу в ночное время без острой на то необходимости. Актуальная информация о текущей ситуации в регионах республики в нашем дайджесте. В Шемкенте во время беспорядков пострадали больше 60 человек. К информацию подтвердил первый заместитель Акимашин Хызмукан. С различными травмами, в том числе огнестрельными, в больницы доставили военных, полицейских, а также жителей города, которые наблюдали за происходящим на площади. Камеры уличного наблюдения запечатлели автомобиль без номеров, подвезший оружие. Его разобрали молодые люди, после чего направились в сторону Акимата и торгового центра метро. Магазин был разграблен. Сейчас в мегаполисе подсчитывают ущерб от беспорядков. В городе повреждены не только административные здания, но и объекты бизнеса. Местные власти заявляют, что ситуация стабилизируется. В Таразе продлили действия комендантского часа. Теперь передвигаться жителям по улицам города запрещено с 7 вечера до 7 утра. Ранее ограничения действовали с 11 вечера. В регионе продолжают антитеррористическую операцию. Введен красный уровень опасности. На въездах в город установлено 11 блокпостов. Накануне там пытались захватить городской кемат, но здание удалось отстоять. Ситуация в населенных пунктах Павлодарской области находится под контролем властей и правоохранительных органов. На блокпостах полицейские проверяют документы въезжающих в город и в случае необходимости досматривают их автомобили. Стражи порядка предупреждают, что с 23.00 до 7 часов въезд в областной центр закрыт. В Центре оперативного реагирования посредством камер видеонаблюдения контролируют ситуацию по всему Павлодару. Взята под контроль ситуация и в семье. В город прибыл Аким области Даниал Ахметов. Все службы работают в штатном режиме. Глава региона встретился с руководителями крупных предприятий и банков и отметил, что все соцвыплаты, зарплаты и пенсии жители получат своевременно. Он поблагодарил горожан за проявленное терпение и призвал не поддаваться на всевозможные провокации со стороны деструктивных элементов. Тем временем на площади Интымак в Актау осталось не больше 200 митингующих. Юрты по-прежнему стоят. Напомню, ранее их разобрали, но спустя время собрали вновь. При этом митинг проходит мирно. Он не парализовывает работу социальных служб. В штатном режиме действуют больницы и поликлиники. Школьники находятся на каникулах в нескольких районах области. А также в самом Актау работают детсады. Бесперебойно функционируют и коммунальные службы региона. В Мунайлинском районе ситуация также стабильная. Митингующие разошлись. Все дороги, связывающие район с Актау, открыты. Вокзал Мангистау принимает. Пассажиров ходят поезда. Дополнительные поезда запустят в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании. Сейчас наполняемость пассажирских вагонов составляет больше 90%. В последние дни востребованность на железнодорожные перевозки резко выросла. В компании напомнили, у казахстанцев есть возможность покупать билеты без доступа к интернету через официальный сайт и другие мобильные приложения. Узнать об их наличии также можно на официальном сайте. Совместно с миротворческим контингентом ОДКБ, который уже приступил к функции прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов, наша страна сможет более эффективно обеспечивать безопасность в стране, считает политолог Азиз Абишев. В настоящее время силы ОДКБ также являются и гарантом суверенитета Казахстана. Эксперты призывают довериться решению президента, так как привлечение союзников для стабилизации ситуации в государстве абсолютно обоснованно. Теперь вопрос тем, кто поступает против применения сил ОДКБ. А смог бы Казахстан сам справиться со своими силами? Да, смог. Давайте проведем мобилизацию, призовем всех на призывные пункты, и через 4 недели и 5-6 тысяч дополнительных мирных жизней мы своими силами гордо провозгласим победу. Пользоваться помощью союзников это очень рационально. И эти то же самое, если бы случилось что-то с Канадой, Америка через 5 минут бы пришла на помощь. И в Европе, и в НАТО, везде. Это абсолютно нормально. Мандаты ограничены, закончат свою миссию, улетят. Все. Тем временем эпидситуация в Казахстане только ухудшается. И в Минздраве рост заболеваемости связывает с последними событиями в стране. По данным ведомства, осложняют ситуацию и новый циркулирующий по стране штамм омикрон. 70% заболеваемости приходится на 3 мегаполиса. За сутки число заразившихся ковид выросло в полтора раза. В Алматы зарегистрировано 196 случаев, в Нур-Султане – 798 и в Шемкенте – 119. Специалисты отмечают, что коэффициент заражения новым штаммом составляет 1 к 5. Размножение штамма в верхних дыхательных путях происходит в 70 раз быстрее и характеризуется коротким инкубационным периодом. Ухудшение эпидситуации связано с выявленной циркуляцией варианта штамма коронавируса омикрон. Также большой внутренней миграции населения по стране в период новогодних праздников и недостаточной приверженностью населения основным мерам профилактики. Поэтому Минздрав по-прежнему призывает население Казахстана не участвовать в массовых мероприятиях, соблюдать меры профилактики, такие как социальная дистанция, масочный режим, при длительном нахождении в закрытом помещении постоянно проведут закрытые помещения. В отдельных регионах в определенные временные интервалы начали подключать интернет. Напомню, накануне президент Казахстана заявил, свободный доступ к сети не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. Потому мы должны проявить сознательность и призывать к ответственности друг друга. Каждое слово, опубликованное в интернете, должно быть взвешенным. Не допускайте деструктивных высказываний. Важно при этом ориентироваться только на официальные источники информации. Ну и к данному часу это все. А я хочу отметить, что сила казахстанцев в единстве. Помните.